МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». В студии Ольга Пырочкина и сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бюджет республики останется таким же социально ориентированным. За счет чего власть региона планирует пополнять казну и на что в первую очередь будут потрачены средства. Сегодня об этом журналистам на пресс-конференции рассказала исполняющая обязанности министра финансов Чувашия Светлана Енилина. Уже первая декада этого года показала уровень собственных доходов в Чувашии начал расти. В республике значительно увеличился налоговый потенциал. Именно по этой статье в бюджет поступает львиная доля денежных средств. Примерно 12% повысились налоги на доходы физических лиц. Но в то же время в казну поступило меньше средства от реализации акцизов на алкогольную продукцию. Это связано с тем, что в Новочебоксарске закрылось предприятие по производству пива. Потратить за весь 2014 год в регионе планируют более 38 миллиардов рублей. Это уже утвержденная сумма. Финансирование социальной сферы увеличится. Заработная плата работникам дошкольных учреждений теперь тоже выплачивается из республиканской казны. А это повлечет за собой дополнительные траты. Бюджетное ассигнование в прошлом году позволили Чувашии исполнить взятые обязательства. В сферу образования в прошлом году направлено всего 9,4 миллиарда рублей с ростом к уровню 2019 года на 19%. И здесь также необходимо отметить, что в рамках этих расходов, то есть эти бюджетные ассигнования позволили нам ввести в эксплуатацию 13 дошкольных образовательных учреждений создать более 6 тысяч мест для детей дошкольного возраста. В Чебоксарах на следующей неделе планируют завершить отопительный сезон. Тепло может быть отключено в понедельник 28 апреля. Для подготовки к новому сезону уже согласовали график отключения горячей воды на время проведения испытаний и ремонтных работ. Кстати, начнутся они уже в начале мая. Напомним, что отопительный сезон завершается, если в течение пяти суток столбик термометра не опустится ниже плюс 8 градусов. Накануне завершения отопительного сезона подвели итоги энергоэффективности и энергосбережения предприятий в лидерах организаций 18 городов и районов республики. Среди них не только коммерческие организации, но и бюджетные. Подробности далее. Чувашская энергосбытовая компания подвела итоги регионального этапа федеральной акции «Надежный партнер» среди потребителей электроэнергии. Проект ежегодный проводится при поддержке Кабинета министров республики. Правительство республики считает своим долгом поддержать те компании, которые традиционно всегда выполняли свои обязательства, понимая, что у любого предприятия есть свои планы инвестиционного характера. Для победы в конкурсе «Надежный партнер» ничего сверхъестественного не требовалось. Предприятиям республики надо было эффективно использовать электроэнергию и вовремя оплачивать ее потребление. Конкурсная комиссия выбрала 16 победителей и 15 лауреатов среди предприятий промышленности, сельского хозяйства, бюджетной сферы, ЖКХ и малого бизнеса по результатам работы 2013 года. В регионах России акцию «Надежный партнер» проводит компания «Русгидро» при поддержке Совета Федерации. Бодовая компания является все равно неким буфером между потребителем и рынком. Да, и все проблемы потребителей, в первую очередь, сказано о нас, к большому сожалению. Поэтому такие конкурсы – это именно возможность показать те хорошие отношения, выделить именно тех, благодаря которым мы можем нормально существовать. В номинации «Энергоэффект» специальный приз вручили Вурнарскому заводу сухого обезжиренного молока. По мнению организаторов, предприятие достигло значительных успехов в вопросах энергоэффективности и энергосбережения. К таким результатам привела замена устаревшего оборудования на современное, энергоэффективное. Результат не заставил себя ждать. Снизив все эти затраты, мы можем конкурировать именно теми переработчиками, которые едут в нашу республику, чтобы продавать свою продукцию. Федеральный этап конкурса пройдет в июне в Москве. Предположительно, там будут участвовать 2-3 предприятия из Чувашии. Выберет их Федеральный оргкомитет акции «Надежный партнер». Татьяна Трофимова, Антон Вовк, Республика. Общественный контроль как инструмент взаимодействия исполнительной власти и жителей региона. В марте президент России внес в Госдуму законопроект об основах общественного контроля за работой госорганов. Сегодня в Госсовете Чувашии прошли парламентские слушания на эту тему о том, как в Чувашии осуществляется общественный контроль. Смотрите в нашем репортаже. Такие формы взаимодействия, как общественные советы, общественная палата, институт уполномоченных и некоммерческие организации работают в Чувашии давно. Они контролируют соблюдение прав человека при реализации каких-либо государственных программ. Еще один действенный институт – парламент. Большую роль в общественном контроле играют политические партии, представленные в законодательном органе власти. Ведь мы с вами представляем разные политические силы, разные политические направления. Кто прав или не прав, пусть рассудит народ. Общественное мнение, доведенное до органов власти, обеспечивает обратную связь. По мнению главы Чебоксар, взаимодействие с различными организациями позволит улучшить жизнь жителей города. В администрации столицы используют различные формы изучения общественного мнения. Круглые столы, приемы граждан, прямые линии, отчеты. С октября 2019 года администрация города совместно с администрацией районов города проводит общественные обсуждения для изучения мнений жителей близлежащих домов по тем объектам, которые попадают под определение точная застройка. В 2013 году проведено 26 подобных общественных обсуждений. В 70% случаев по их результатам принято отрицательное решение. Еще одна организация проводник – общественная палата. Особое внимание уделяется вопросам достойных условий жизни, проблемам ЖКХ, восстановлению прав и многим другим. Эти же вопросы решает и старейшая общественная организация – профсоюзы. Мы давно и активно участвуем в обсуждении принятия законов и иных нормативных правовых актов всех уровней, которые содержат нормы трудового права. Тем самым мы стараемся обеспечить общественный контроль на этапе принятия нормативных правовых актов. Принятие законопроекта потребует внесения более 25 поправок в действующее законодательство. Изменения коснутся градостроительного, лесного и водного кодексов, а также природоохранного законодательства и судопроизводства. Парламентарии готовы к кропотливой работе, если это необходимо для улучшения условий жизни земляков. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. Чувашия расширяет границы сотрудничества с Поднебесной. В эти дни в республике с официальным визитом прибывают делегации с провинцией Аньхой. Накануне в Министерстве информационной политики и массовых коммуникаций гости встретились с руководителем ведомства и директорами региональных телеканалов. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В Чувашию китайская делегация прилетела всего на два дня. График их пребывания оказался довольно-таки плотным. Накануне они побывали на международном балетном фестивале. Если такие представления для китайцев в диковинку, то с творчеством артистов из «Страны восходящего солнца» чебоксарцы уже знакомы. В прошлом году на сцене театра выступала и оперная певица из Поднебесной. Но заинтересованы китайцы не только в культурном обмене. Они присматриваются к местным бизнес-проектам, туристической сфере и промышленной отрасли. Для гостей из Поднебесной устроили экскурсии в национальном музее и национальной библиотеке. Такой интерес к нашему региону вполне объясним. В состав делегации вошли руководители корпорации театрального искусства, института живописи, туристической компании и даже библиотеки провинции Аньхой. У Чуваши и Китая много общего, вплоть до произношения некоторых слов. Это гостям рассказали на встрече в Министерстве информационной политики. Как звучит на китайском человеке? На чувашском языке это звучит щин. Очень похоже. Возможно, что в ближайшие годы о чувашской культуре и традициях смогут узнать все жители провинции Аньхой. На встрече были озвучены предложения по обмену телевизионными передачами. Это планы на будущее. Для начала необходимо избавиться от языкового барьера и перевести программы с русского на китайский и с китайского на русский. Но гости из Поднебесной планируют приехать в республику и в июне на фестивале «Родники России». Они предлагают провести традиционную чайную церемонию. Мы очень мало знаем о Чувашской республике и вы очень мало знаете о нас. Мы хотим это исправить. Подробнее о республике гости из Китая смогут узнать из этих книг. Их преподесли в подарок всем членам делегации Аньхой. Китайские сувениры презентовали и принимающие старания. Медрик Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. 25 апреля в Чувашии, как и на всей территории бывшего Советского Союза, прошли траурные митинги, посвященные 28-й годовщине со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошел 26 апреля 1986 года. С 1993 года в России этот день отмечается как день участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. И памяти жертв этих аварий и катастроф. В Чебоксарах митинг прошел у обелиска землякам, героям, ликвидаторам Чернобыльской и других радиационных катастроф. Сотни тысяч людей были направлены, привлечены для ликвидации этой аварии и спасения людей. С территории Чувашской республики были привлечены военнообязанные, военнослужащие, да и гражданские специалисты, которые были направлены для спасения людей. Организация объединенных наций признала этот день международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Ликвидаторов, как их просто называют в народе, становится все меньше. Радиация не щадит никого. Радиоактивность от взрыва оказалась в 400 раз выше, чем от бомбы, сброшенной на японский город Хиросима. Участники митинга почтили минуты молчания память погибших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Возложили цветы к подножию обелиска. В прошлом у него три войны, но в настоящем оптимизм, жизнерадостность, любящие дети и внуки. Накануне самого главного для нашей страны праздника ветеранов традиционно поздравляют глава города Чебоксара и депутаты городского собрания. Вместе с ними в гостях у героя войны побывала наша съемочная группа. Война в его жизни началась намного раньше 1941 года. Алексей Яковлев родился в крестьянской семье в марте неспокойного 1919-го, в разгар гражданской войны. В 18 лет его призвали в армию. На дворе шел 1938 год. А в 1939-м началась Советско-финская война. В 1941 году его полк отправили во Львов. В 4 часа утра на мирные города посыпались вражеские бомбы. Началась Великая Отечественная. Досталась крепко солдат. Досталась крепко. Четыре раза раненый, два раза контуженный. В 1941 году под бревнами голова попала. Это плечо у меня, это, ключица, поломана на три сантиметра короче. Три с половиной месяца лежал в Ташкинке. Алексей Алексеевич говорит, воспоминаний много и плохих, и хороших. Под Сталинградом сам маршал Жуков подарил ему кусочек мыла, которое было в таком дефиците на фронте. А еще он видел, как пленили немецкого военно-начальника Паулюса. Но больше всего в душу запал День Победы. Победу одержали мы 8 мая. Потому что в то время в Москве 9 мая было. Солнышко заходит позже на Западе, чем в Москве. И вот победу, надо считать, две даты победы. Конечно, очень было весело. Это плакали мы. Прямо слезы рычьем текли. Впрочем, радоваться пришлось недолго. В июле 45-го через всю страну войска переправили на Дальний Восток, чтобы ликвидировать Квантунскую армию японцев. Поэтому для Алексея Алексеевича война закончилась только в 46-м году. Кроме воспоминаний ранений, с фронта он привез два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны, медаль за отвагу и две медали за боевые заслуги. Такой бравый солдат и в 95 лет даст фору многим. Герой войны поблагодарил за подарки и за то, что старого солдата не забывают и пообещал на параде маршировать в первых рядах. Сегодня прошла акция «Тотальный диктант» на Чувашском. Студенты, учителя, художники, писатели, чиновники собрались в аудиторию, чтобы проверить свою грамотность. Автор текста – журналист Марина Корягина. Диктант можно было писать и удаленно. Текст транслировался в эфире Национального радио и на сайте Национальной телерадиокомпании. Диктант можно было писать в педуниверситете и институте образования. В педагогическом вузе устроили настоящий праздник. Среди желающих проверить свою грамотность были как чиновники, ученые, так и студенты. Чувашский язык должны знать все, особенно Чуваши. Это язык наших бабушек и дедушек. И мне кажется, что этот диктант дает понять, какой он есть в нашем языке, знаем ли мы этот язык и дает развитие интереса к этому языку. Текст в педуниверситете читала сама автор Марина Корягина. В ближайшее время работы проверят и выставят оценки. Диктант на Чувашском проводят в день чувашского языка и в день рождения великого просветителя чувашского народа Ивана Яковлева. Он прожил 82 года, из которых почти 70 служил чувашскому народу верой и правдой. Перед своим уходом он составил для соплеменников духовное завещание, которое до сих пор не потеряло актуальности. Сегодня соотечественники вспоминали великого просветителя и его заветы. Созданная Иваном Яковлевым симбирская чувашская школа стала кузницей учительских кадров для чувашских и других школ по Волжье, которую он крывал повсеместно, и не только учительских. Сложно представить, как сложилась бы судьба писательницы Марфы Трубиной, политического деятеля Данилы Ильменя, режиссера Иакима Максима Кошкинского, композитора Федора Павлова и многих других известных и значимых для Чуваших людей «Не встреться на их жизненном пути учитель. Верьте в Россию, любите ее». Эти строки из духовного завещания Ивана Яковлева известны всем. Сегодня традиционно в сквере перед Национальной библиотекой встретились писатели, педагоги, школьники, литератур-веды, актеры, общественные и политические деятели с разных городов и районов республики, для которых назвать себя учениками и последователями великого просветителя значит очень многое. В эти минуты в Дворце культуры имени Хузангая проходит торжественное мероприятие, посвященное первой знаменательной дате Национального радио Чувашии. Коллеги отмечают пятилетие. В 2009 году, 25 апреля, в эфире впервые прозвучали его позывные. С тех пор Национальное радио стало верным другом и спутником большинства жителей республики. Мы поздравляем коллег, которым в этот день вручают заслуженные награды и желаем им достижения новых творческих вершин. Видеоверсию торжественного мероприятия, посвященного пятилетию Национального радио Чувашии, мы покажем в ближайшее время. Следите за программой передач. Традиционно в пятничный выпуск представляем вам рубрику «Новости из сети». Что на этот раз попало в поле зрения интернет-общественности, смотрите далее. Застройка микрорайона Садовой продолжается. Люди переезжают в новые квартиры, но начинают испытывать некоторые неудобства. Переехала в Садовый недавно. Очень неудобно, что нет остановки между конечной школой. Нужна срочно еще одна остановка около Садового. Район растет, народу уже много заселилось. Переезжая в этот район, вы должны были быть к этому готовы. В том же Благовещенском маршрутке появились только недавно. Зачем плодить остановки? Не так уж и много там и те. А когда дорогу Нижнюю откроют, вообще красота будет. Если человек испытывает неудобства, что ему сложно жить в данном месте, он уезжает. Жители Чуваши ответили на вопрос, хотят ли они эмигрировать из Российской Федерации. 44% эмигрировали бы при возможности. Еще 40% не имеют такого желания или никогда не задумывались об этом. Почти 4% готовятся переехать в другую страну. Менее одного уже являются эмигрантами. По сравнению с прошлым годом, количество людей, желающих уехать, уменьшилось на 22%. Это подтверждает патриотический подъем в стране. Вряд ли нас ждут за бугром, как полноправных на новых местах. Мир повидать можно, но не более. Это мое мнение. В продолжении разговора о патриотизме. Пивоваренная компания выпустила партию премиального пива в новой коллекционной упаковке. Герой Великой войны. Посвященный подвигам, совершенным нашими соотечественниками во время Второй мировой войны. Это вызвало неоднозначную реакцию у форумчан. Простите, но кроме матерных, другие слова подобрать тяжело. Мягко говоря, это издевательство. Увеличение продаж за счет патриотизма давно используется. Та же водка с ленточками. Ничего святого у пиарщиков не осталось. Лишь бы внимание обратить. Таким был этот день глазами корреспондентов программы «Республика». Далее вы узнаете, кто такие водные люди. И где на них можно посмотреть в Чебоксарах. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Полюбите! Вот такая волна восторга буквально окатывает зрителей с самого начала представления. В Чувашию приехал дельфинарий с необычной конструкцией встроенного бассейна. Дружнее, дружнее встречаем! Знакомьтесь, звезды программы «Эрвин» и «Одиссей». Водными людьми дельфинов называют не случайно. Физиологически они очень похожи на нас. Некоторые ученые считают, что в стае дельфинов у всех есть свои имена, по которым их различают собратья. Причем дельфинята получают имя при рождении. Браво, Денис! Браво, нашего отец! Тренер Денис Летин говорит, «Эрвин и Одиссей очень чутко чувствуют людей, добро и зло. Их не проведешь, но они никогда не обманут. Возможно, именно этим они и подкупают публику». Так или иначе, то, что эти существа разумны, сомнений после представления не возникает. Но это Гоша, белый кит. Ему не терпится тоже блеснуть на водной сцене. «У него характер такой. Он тоже очень задумчивый у нас, интересный. У него свои мысли. И один из его, так сказать, козырей – это то, что он плавает перед представлением вдоль рядов, смотрит на людей. И некоторые с ним пытаются там позаигрывать, подмигивать, ручкой помахать. Он начинает их обливать водой. То есть ему нравится реакция людей». Компанию троица составляют морские котики. Очаровательная умка и серьезный граф. Они умеют то, чему научиться сможет далеко не каждый человек. «Превосходно!» Вообще все артисты здесь способны. На подготовку номер уходит не больше пары недель. «Эрвин, скажи, пожалуйста, тебе нравится выступать?» Понимать язык дельфинов я пока, увы, не научилась. Однако тренер уверен, хоть живут животные, и в неволе жизнью они довольны. «Ну, если говорить честно, конечно, мы все вратуем за то, чтобы они жили на воле. Но они живут у нас не из-за того, что нам так хочется. Просто они попали в руки человеческие по разным путям. То есть кто-то болел, кого-то нашли на берегу. Естественно, выбросить в море – это опасно. Такие дельфинчики вот у нас, ну, не говорю, что они решали там покойлись мунистом, но они разными путями попали к нам. Тяжелая судьба. И я думаю, что им у нас, конечно, более интересно. Тем более хищников у нас нет, у нас питание достойное. Посмотреть на обитателей морей, не покидая Чебоксары, можно будет до 26 июня. Расположен дельфинарий в речном порту. Узнать расписание представлений можно по телефону 21 87 21 и 21 87 27. Дельфинарий в речном порту.